Новосибирские новости 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 Олимпиация легкоатлетов дисквалифицирована. Спортсмены направили именные заявки. Разрешат ли им поехать в Рио, станет известно 4 июля. Все подкрепляется. То есть, сдавал анализы международным экспертам, подкрепляет это документами. Пишите заявление. Все это в английском языке. То есть, допустим, мы не сильно английским владеем, скажем так. Ну, то есть, сам факт. Мы сейчас занимаемся какими-то, так скажем, больше бумажными чиновничьими вопросами, что ли, околосоревновательными. Олимпийские нормативы выполнили два новосибирских легкоатлета. Одна из которых – Алла Кулятина, воспитанница Николая Халухаева. Победительница прошлогодней уверсиады и лучшая в стране на дистанции в 10 километров. Сейчас спортсменка тренируется в Кисловодске. Лично я, как спортсмен, просто готовлюсь и готовлюсь. Конечно, будет обидно, если нас не допустят. Я ничего не смогу сделать, чтобы туда поехать. Я сделала все, что смогла. Поэтому, как бы, что будет, то будет. Но даже если новосибирским атлетам не разрешат представлять Россию на соревнованиях, шанс поехать на Олимпийские игры все же есть. Только выступать придется под флагом «Пяти колец» в качестве независимых спортсменов. Но в этом случае ехать в Рио надо будет за свой счет. Такие затраты для легкоатлетов – тяжелая ноша. Александр Вяткин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Дефицит алкоголя грозит магазинам. Кризисы опасаются поставщики спиртного. Это связано со сменой акцизных марок. Старые закончились, а новые еще не напечатали. Речь идет об импортных напитках. Чаще всего это элитные виды алкоголя. У некоторых компаний уже начались проблемы с поставками. Участники рынка прогнозируют, что если ситуация не изменится, спиртное может закончиться к концу. В июле иностранные поставщики рискуют пропустить сезонный скачок продаж в октябре-декабре, приносящий к компании половину прибыли. В свою очередь, далеко не все эксперты драматизируют ситуацию. Дорогое спиртное может позволить себе сравнительно небольшая часть российских покупателей. Новосибирские продолжают прием купляжей. Пока официально купаться разрешено всего на четырех. Это значит, что здесь проверили дно, почистили песок и наладили дежурство матросов-спасателей. Правда, любители охладиться, меры безопасности волнуют мало. Видимо, поэтому все несчастные случаи с начала купального сезона произошли на нелегальных пляжах, где купаться опасно для жизни. На одном из таких побывала наша съемочная группа. На данном водоеме купание запрещено. Будьте бдительны. Предупреждения спасателей отдыхающие попросту игнорируют в поисках адреналина. Они бросают вызов стихии. Многие купающиеся прекрасно знают, в этом карьере плавать небезопасно и запрещено. Некоторых этот факт не только не пугает, а даже забавляет. Я хотел залезть по этой же самой скале, откуда прыгнул. Я упал прямо на камни. Я разбился. И пацаны, кто меня видел, они сказали просто, смотри, походу твой братан на дури тонет. От таких отдыхающих спасателям не до отдыха. Но они неустанно предупреждают посетителей несанкционированного пляжа об опасности. Здесь буквально сразу у обрыва глубина 3 метра. Через еще 2 метра глубина до 5 метров. Далее 8-12 метров. Этот карьер на Горском и водоем на юго-западном жилмассиве – самые популярные из несанкционированных мест купания. Они же самые коварные. За этот месяц уже 8 человек чуть не утонули. Одного спасти не удалось. Его тело ищут до сих пор. Тем временем дети продолжают купаться. Вот и Павел с друзьями пришел сюда специально. Первый раз. Мне здесь понравилось. Здесь классно. Все купаются. Ну и можно вообще с колей прыгать. Классно. Спасатели настоятельно просят родителей не отпускать подростков на пляж без сопровождения. Хотя без помощи утопающего здесь точно не оставят. Вот это конец Александрова. Если утопающий находится на дистанции где-то 15 метров, он разворачивается, берется за начало веревки и кидается утопающему. Он за него хватается, его можно подтянуть и тогда уже кинуть ему круг. На несанкционированных пляжах опасность не только в воде, но и на берегу. Повсюду разбитые бутылки и мусор. В официальных местах отдыха за чистотой следят. Безопасно купаться на пляже у моря Обскова, Сан-Сити, Звезда и Наутилус. Алексей Фазлеев, Алиса Мосина, Дмитрий Шевченко. Новосибирские новости. Новосибирцы стали попадаться на удочку мошенников, которые выдают себя за агентов транспортной компании. В основном жертвами становятся клиенты интернет-магазинов. Причем страдают не только они, но и сами фирмы, ответственные за доставку товаров. Вероника Иванова выяснила, как не нарваться на злоумышленников. Когда брат Оксаны, живущий в Подмосковье, решил продать через интернет свой ноутбук, она не подозревала, что будет разыскивать в Новосибирске несостоявшегося покупателя. Брат отправил транспортной компании, потому что получил фото чека оплаты. Отправление уже дошло, то есть получатель получил уже от компьютера, писался, все, а деньги так и не пришли. Начали, когда разбираться, выяснилось, что чек был поддельный. Искать покупателя пытались через транспортную фирму, но забирали ноутбук в Новосибирске по украденным документам. Наворованный паспорт была зарегистрирована и сим-карта, поэтому найти в этом случае виновных сложно. Именно на экспресс-доставке настаивают мошенники, чтобы быстрее забрать товар до того, как продавец поймет, что чеки липовые. От поддельных документов страдают и сами фирмы доставки. Мошенники имитируют отправку товара, подделывают или создают накладную в личном кабинете на сайте компании. Поэтому получателю по номеру накладной советуют проверять, была ли отправка, а не верить присланному изображению документов. Фотографируется, отправляется клиенту эта накладная, как гарант того, что она сдана на склад. Пока данная накладная не поступит на склад, она в программе не учитывается никаким образом. Специалисты советуют также настаивать на оплате при получении, чтобы не выкупать несуществующие товары. Также это убережет от покупки некачественного товара, подделки и муляжа. Причем проверять нужно на месте. Занайденные дома дефекты, транспортную компанию непродавца привлечь будет трудно. Получатель может выбрать оплату наложенным платежом в пункте получения заказа, вскрыть упаковку, проверить наличие, сохранность товара и после этого уже его оплатить. Также стоит учитывать, не запрещен ли товар для пересылки. Все грузы проверяют перед отправкой. Компании не отправят экспресс-доставкой животных, краску, горючие и взрывоопасные вещества, а также ювелирные изделия. Поэтому популярные в сети объявления, где обещают за чисто символическую плату прислать из другого города щенка, можно сразу считать обманом. Вероника Иванова, Роман Семенов, Новосибирские новости. В редакцию новосибирских новостей обратились жители одного из домов в Ленинском районе. Из-за неразивого подрядчика по капремонту люди вынуждены терпеть неудобства. С фасада отваливается штукатурка, новые трубы не справляются с пропуском воды, а двор завален строительным мусором. Анна Гурьянова побывала на месте и выяснила, какое наказание грозит подрядчикам. Второй переулок Крашенинниково. Дом номер 6, 38-го года постройки. Прошлым летом он попал в программу капремонта. Но подрядчик, взявшись за работу, сделал ее некачественно, считают собственники. Вот сейчас покрасили его, и все выступило. Все недоделки, все видать на ладони. Пожалуйста. Все выемки, все выбоины, все на свете. Отваливается даже свежая штукатурка. А ведь капитальный ремонт был завершен прошлой осенью. Есть претензии и к работам на крыше. Собственники уверяют, металлические листы кровли плохо закреплены и могут обрушиться. Новые водосточные трубы меньшего диаметра, чем старые, поэтому не справляются с пропуском воды. Дожди заливают балконы и квартиры. А после ремонта подрядчик оставил около дома строительный мусор, которым засыпал подвальную вентиляцию. Вот смотрите, что творится. Это все строительный мусор. Все они забросали. Работы подрядчик закончил уже давно, однако до сих пор не представил документы в комиссию по приемке дома. Ну а если работы тем более не ведутся и затягиваются передачи документации, здесь надо уже бить во все колокола и обращаться везде. Вплоть до регионального операторного фонда модернизации ЖКХ и департамент, и ГЖИ подключать, и правительство Новосибирской области, которое отличает отчизо все. Этот дом уже находится на контроле в администрации Ленинского района. Специальная комиссия оценит качество ремонта. Подрядчика обяжут устранить все недочеты. Только после согласия всех членов комиссии, в которую войдут и жильцы, дом будет принят. У подрядчика в контрактах прописаны сроки выполнения работы. В случае, если они не выполнены, то естественно вступают в силу штрафные санкции. У капитального ремонта есть гарантийный срок. После приемки дома в течение трех лет подрядчик должен исправлять недостатки, если он сделал реконструкцию некачественно. Работая плохо и нарушая сроки, подрядчик фактически залезает в свой собственный карман. Ему грозят штрафы, но главное к ремонту такие компании уже не допустят. Анна Гурьянова, Данила Смирнов, Новосибирские новости. 65 лет вместе в Зижинском районе с железной свадьбой поздравляют супружескую пару Казанцевых. Больше полувека назад они вступили в брак в этом же ЗАГСе. Римма Ивановна и Александр Михайлович познакомились еще в школе. За время совместной жизни воспитали двоих детей. У супругов четыре внука, пять правнуков и один праправнук. Большое семейство и представители администрации поздравили юбиляров с памятной датой. В знак многолетнего союза супруги, как десятилетия назад, обменялись обручальными кольцами. Сохранить брак и теплоту отношений, по мнению юбиляров, удалось благодаря уважению, умению уступать друг другу и чувству юмора. Один рассердился, второй должен как-то, ну, или какой-то юмор сказать, или что-то, какое-то слово, чтобы рассмеялось. Или, ладно, я скажу, что это ему, чтобы он отошел, не гневался. И все. И мы никогда не ругаемся. Никогда. Необычный музей открылся в Новосибирске. Посвящен он развитию фармацевтики и располагается в очень примечательном здании. Кирпичный дом по адресу Красный проспект 15, дробь 1, знают, наверное, все горожане. Аптека номер 2, старейшая в Новосибирске. И лекарства там делают вот уже 103 года. А теперь там еще и музей аптечного дела. Станислав Якушевич увидел необычную экспозицию одним из первых. На открытии выставки в цвет вывески над центральным входом разрезали зеленую ленточку. Новый музей будет опекать именно муниципальная аптечная сеть. Пришедшие на открытие необычного музея едва уместились в зале на втором этаже. До революции здесь были жилые комнаты. После и вплоть до недавнего времени фармацевтическая лаборатория. Для более герметичной упаковки. Вот я сейчас продемонстрировала, как закрывались флакончики. Экскурсовод показывает, как хранили лекарства, как вещества смешивали в микстуры, штангласы, весы мора, разные колбы. Большинство этих инструментов уже не используют. Но фармацевты их не выбросили, а хранили для будущего музея. Как, например, автоклав. В 70-х этот паровой стерилизатор экономил время врачам. Его как-то по-особенному называют. Мы его зовем Петр Никодимович, потому что он такой, здесь у нас особенный важный экспонат, пузатенький, чистенький. А Зинаида Жатова помнит тут совсем другую обстановку. В аптеке номер два она проработала почти полвека. А 34 года в качестве заведующей. В 60-е это была мини-фабрика. Штат 120 человек. В день тут делали до 200 килограммов лекарств. Большинство препаратов фасовали вручную. Все руками, и все вредно. Эту серую ртутную мазь, вшивость, не знаю, какая была тогда эпидемия, эту серую ртутную мазь прям бочонками получали по 100 килограмм. И расфасовывали, потом уже запретили. Музей заинтересует не только будущих врачей, уверены организаторы. Он должен стать образовательной и просветительской площадкой, где, например, школьникам раскроют некоторые секреты фармацевтики. Как делали лекарства, которые мы и сегодня, допустим, пользуемся. То есть, как вообще происходил этот процесс. Потому что это очень важно, это может привлекать людей, это интересно. Ну, появятся ли тут живые фармацевты, это дело будущего. Но как работали провизоры в прошлом, в музее показывают уже сегодня. Вот, например, этот симпатичный манекен, которого сотрудники музея любовно окрестили Лиза, как раз и демонстрируют, как создавались, например, лекарства для новорожденных в особом асептическом блоке. Ветераны приносят фотографии, книги, газетные вырезки из семейных архивов. Коллекция нового музея пополняется ценными экспонатами. Станислав Якушевич, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Чтобы оставаться в курсе последних событий, включайте радио «Городская волна», частота 101,4 FM, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал Новосибирские новости в Ютьюбе. Много интересного и полезного на сайте Новосибирские новости. Например, там пишут, как обезопасить ребенка от падения из окна. И на этом все. До завтра. Новосибирск